всем привет с вами про геймер в этом видеоролике вам расскажу про одну очень важную функцию фотошопе как цветовой диапазон в конце видеоролика вы уже все сразу же поймете для чего это было нужно и так далее но перед этим будет небольшая рекламка но если вам нужен хороший качественный дизайн то рекомендую свою группу вконтакте в которой вы можете заказать превью баннер аватарку логотип и мой личный gfx pack тут достаточно много красивых работ можете посмотреть ну а все ссылочки будут в описании переходите подписывайтесь и заказывайте дизайн но мы начинаем сам видеоролик итак вот я открыл фотошоп умеясь данный персонаж сейчас я вам покажу что легко очень просто у него изменить цвет при помощи цветового диапазона некоторые сразу же не будут это делать и и зачастую используют волшебную палочку сразу скажу это делать очень много при помощи нее сейчас скажу как все это дело ускорить вам чтобы постоянно не напрягаться и не использовать данный инструмент вот итак мы видим то есть у нас есть наша вырезка сейчас заходим в выделение вот выделение и у нас есть цветовой диапазон тут написано нажимаем сюда сразу вам расскажу по поводу первой функции первого точнее параметра разброс разброс это то насколько насколько больше будет выделяться то есть это в общем количество детализации которая будет выделена я его ставлю на 50 в принципе металла хватает дальше берем пипетку с плюсом и начинаем выбирать тыкать по цвету который мы хотим выделить я тыкал по красному цвету по его корпусу то есть хочу изменить только красный цвет вот красный цвет я на красный цвет понажимал дали нажимаем ok и у нас происходит выделение всего красного цвета который мы обозначили дальше мы переходим изображение коррекция цветовой тон насыщенность и вот в виде мы можем просто за через цветовой тон менять цвет нашему персонажу вообще ничего трудного в этом нету то есть это очень просто если у вас стали же опять в этом плане кита вопроса пишите в комментариях я обязательно объясню но это еще не все то есть сейчас я отменю покажем кого что другое мы можем взять опять же и вырезать весь этот корпус то есть копировать на новые слои у нас есть копия вот этого всего корпуса который выделился у нас вот он то есть вот увидите и так мы можем также с ним поработать его там обработать в общем вы понимаете чем имею ввиду я через стиль слоя мы можем добавить нему тень там тиснение внутреннее освещение внутреннюю тень поменять у него вообще цвет не знаю как и что только захотим то есть можем сделать я думаю в этом плане вы все конечно же поняли и у вас опять же если будут какие-то вопросы пишите в комментариях я вам обязательно на них отвечу и помогу если что-то у вас вдруг допустим не будет получаться но тут достаточно все очень просто я бы не сказал что то что тут есть что-то трудное photoshop в этом плане сам по себе не сложный тут главное просто запоминать что и как делается и со временем уже все это дело вы будете знать наизусть опять же хотел бы пользоваться моментом порекомендовать вам мою группу по дизайну пишите конечно же мне во вконтакте то есть заказывайте дизайн но там все все ссылочки будут в описании опять же на группу по дизайну с вами был про геймер всем до новых встреч друзья увидимся в следующем видеоролике всем пока в следующем видео